Криптовалюта – уникальный феномен, который признал уже добрый десяток развитых государств нашей планеты. Но вместе с тем есть и те страны, которые отнекиваются и не желают принимать новую данность. И здесь важно понимать разницу между странами, запретившими криптовалюту на законодательном уровне и государствами, которые так и не смогли идентифицировать свое отношение к цифровой валюте. В качестве примера можно взять Российскую Федерацию, где нет выработанной нормативной базы по части криптовалюты. Да, нормативно-правовой акт уже разработан, но когда вступит в силу – вопрос остается открытым. Однако в России любой цифровой аналог валюты не имеет права свободного хождения, но есть статья 27 Федерального закона о Центральном банке Российской Федерации, в котором упоминается денежный суррогат в контексте любой валюты, отличной от рубля. Но чтобы не демонизировать Россию, стоит сказать, что точно такой же статус имеют и баксы. И чтобы на своей шкуре прочувствовать разницу, предлагаем посмотреть на топ-5 стран, в которых криптовалюта действительно запрещена. Распределение мест будет исходить из строгости закона. Если пятерку откроет страна, которая не предполагает серьезных санкций за нарушение законодательства, то на первых местах появятся страны, которые на полном серьезе могут отправить в тюрьму любого энтузиаста. Пятое место. Эквадор. Это государство с просторов Южной Америки, которое весьма скептически относится к криптовалюте. Страна запретила использование криптовалют в любом виде, поскольку они могут нести угрозу внутренней электронно-денежной системе, контролируемой центральным банком. К слову, эта система называется Дениро Электроника и представляет собой некий аналог цифрового актива. Дело в том, что Эквадор захотел полностью контролировать биткоин и привязать его курс к доллару, который, кстати, официально является местной валютой. При этом в Эквадоре находятся по крайней мере два биткоина-мата, а также процветает одна децентрализованная криптовалютная биржа. Четвертое место. Китай. Безусловно, китайское экономическое чудо – одно из самых фундаментальных веяний экономики со времен распада двухполюсного мира. Уникальное сочетание рыночной и командной экономик дало мощный толчок к развитию КНР, сделав страну одной из самых процветающих экономик планеты. Но если Китай благополучно принял в себя условия игры рыночной формации экономики, то с криптовалютой дела обстоят не так гладко. Во-первых, вы можете удивиться, но в этой стране разрешен майнинг, а все потому, что не включен в перечень нежелательных отраслей экономики. И да, формулировка прямо веет коммунистической доктрины, но не будем об этом. Хотя майнинг разрешен, вернее, не запрещен, никому не известно, что именно происходит с монетами на выходе. Но куда печальнее дела с криптовалютным регулированием в целом по Китаю. В самом начале сентября прошлого года Народный банк запретил проведение ICO, а спустя две недели вне закона оказались и цифровые биржи. Все бы ничего, но в ноябре было официально объявлено о намерении выключить всю криптовалютную индустрию в стране. В подобной обстановке перспективы криптовалюты буквально помножены на ноль. Те предприниматели, что все же решат заняться цифровыми активами, в буквальном смысле рискуют головой. В итоге мы получили наглядный пример того, как в тень уходит очередной сектор экономики, уходя также и от налогов. Третье место. Вьетнам. Криптовалюта запрещена в стране еще с 2014 года. По каким именно причинам? Они лежат на поверхности. Нелегальный оборот средств. Но ограничения касаются только лишь финансовых учреждений. Обычные граждане как майнили, так и продолжают майнить криптовалюту. Но все перевернулось на голову в конце 2017 года. А все потому, что с 1 января 2018 года выпуск распространения или использование незаконных платежных средств, биткоина и прочих виртуальных валют стало предметом преследования в соответствии с параграфом 1 статьи 206 Уголовного кодекса Вьетнама. Кроме самого использования криптовалют, наказанию подлежат также их добыча и конвертация с использованием бирж. Также законодательство предусматривает и штрафные санкции до 9 тысяч долларов. Второе место. Непал. В этой стране биткоин запрещен решительно и беспросветно. Три года назад Центральный банк Непала окончательно не признал криптовалюту. Примечательно, что в стране запрещен любой оборот цифровых активов, и даже простые граждане не смогут замайнить пару-тройку лишних монеток. Причина запрета криптовалюты ясна как день. В лице цифровых валют власти видят реальную угрозу местной экономике. Своё решение они подкрепили арестом десятка человек, предположительно причастных к управлению криптобиржами на территории Непала. 1 место. Боливия. Наверное, вы ожидали увидеть в нашем списке страну третьего мира. Ну, так получайте. Боливия весьма однобоко относится к криптовалюте. Вероятно, регуляторы этого южноафриканского государства попросту насмотрелись на российский опыт конца 90-х. Но, тем не менее, в Боливии на полном серьезе приравнивают криптовалюту к финансовым пирамидам. А раз это пирамида, значит и деятельность её должна быть запрещена. Любые средства, которые не контролируются правительством, должны быть объявлены вне закона. Так высказывается Центральный банк о потенциале цифровых активов. Пару лет назад основанием для ареста человека мог послужить тот факт, что он попросту зарабатывал на биткоине. В Боливии запрещены любые операции с цифровой валютой, и будь это майнинг или покупка, результат будет одинаковым – арест. Криптовалюты универсальны. Они могут выступать в качестве денег при переводах, в качестве ценной бумаги или товара для инвестора, в качестве простого кода для программиста. Однако, далеко не все страны мыслят прогрессивно, и нам до сих пор приходится уживаться в мире, где полно разногласий. На этом пока поставим точку, а лучше многоточие. Подписывайтесь на наш канал, жмите лайк и не забывайте про колокольчик, так вы будете быстрее всех узнавать о современных трендах в развитии цифровой революции. Всем удачи! До новых встреч в эфире!